Харе Кришна, дорогие преданные! Спасибо, что вы пришли для того, чтобы слушать и обсуждать эту важную тему. Тема не новая, это тема важная. И этот семинар предназначен для, собственно говоря, для лидеров. И под лидерами мы подразумеваем не тех, кто просто занимает какое-то служебное положение. Под словом лидер мы подразумеваем тех людей, которые максимально полезны другим. И в этом смысле тема, которую мы будем обсуждать, тема заботы о преданных, ключевая, важная. Мы сделали книгу, которая называется «Багатасева. Забота о преданных как основа развития общины». И целый коллектив преданных работал над этой книгой. Я вижу, что некоторые из них здесь также. Неважда Махараж написал предисловие к этой книге. Инициатором этого проекта, собственно говоря, был Девамретов с вами. Он сказал, почему вам не сделать такую книгу о заботе о преданных, чтобы поделиться каким-то опытом. И я взялся за эту работу. В итоге получилось, что я составил эту книгу. Иниранжин Махараж, в силу своей занятости, он написал только предисловие к ней. Но я думаю, что каждое слово «Ниранжин Махараж» — это моих сотни слов. Так что, в любом случае, это замечательно. Итак, мы будем обсуждать заботу о преданных. Я зачитаю несколько цитат из Писаний, которые говорят о важности поклонения преданным. То есть мы должны установить определенную самбанду, Абидею и Прайоджину в обсуждении каждой темы, к которой мы приступаем. И на чем самбанда — это на чем основано, какие взаимоотношения, какова основа этой деятельности. Абидея — это означает, какова сама эта деятельность. И Прайоджина — это какие цели преследуют этой деятельности. Поэтому мы начнем с Писаний. Вриндаванда Астакур — читание Бхагавата. Амара Бхактеря Пуджа, амахайты Бхада, сей Прабху Веды Бхага, вате Кайлададха. Верховная Личность Бога прозвлашает в Ведах и Шимад Бхагаватам. Поклонение моим преданным выше, чем поклонение мне. Конечно, есть знаменитая цитата. Из всех видов поклонения, поклонение Господу Вишну является наилучшим, однако еще лучше, чем поклонение Господу Вишну, поклонение его преданному, Вайшнаву, тот, кто поклоняется Господу Говинди, не поклоняясь его верным слугам. Обычно первая часть этой цитаты цитируется, но вторая часть гласит «Тот, кто поклоняется Господу Говинди, не поклоняясь его верным слугам, никакой не преданной Господа, а всего-навсего жертва гордыни». Это очень интересно. Как служение Вишнавам связано с основными вопросами нашей теологии и утверждениями, ключевыми утверждениями, свящая Тани Магапрабху в его третий шлоке Шикшаштаки, в котором он говорит о том, что для повторения Святого Имени важно смирение. И смирение, как говорится здесь, смирение обретается благодаря поклонению и служению Вишнавам. Если нет этого служения и поклонения, то поклонение Господу будет пронизано гордыней. Есть очень много цитат, в частности, Баладавидя Бушина в своем комментарии на Веданта Сутру цитирует следующие строки из Сандилия Смрити. «Можно сомневаться, достигнет ли слуга Верховной Личности Бога совершенства, но нет абсолютно никаких сомнений в том, что те, кто привязаны к служению его предным, обретут совершенство?» Ум человека не настолько полно очищается благодаря служению лотосным стопам Верховного Господа, насколько он очищается в служении стопам его преданных. И так далее. Очень много. Очень много. Цитаты из Писания. Я не буду всех зачитывать, потому что у нас не хватит времени на это. Возникает вопрос. Следующий. Ну, скорее всего, это речь идет об Утама Адхикаре, о служении великим, возвышенным преданным. Безусловно, прежде всего это касается поклонения Утама Адхикаре. Однако мы видим из Писания, однако мы видим из жизни, что даже, что нам очень трудно распознать кого-то, как Утама Адхикаре, или даже Мадима Адхикаре, или Каништад Адхикаре. Да, бывает, что мы можем ставить человека на пьедестал, возвеличивая его, но потом мы видим, что такой человек падает, к сожалению. Иногда какой-то, может быть, не слишком заметный, преданный оказывается оставляет тело таким достойным образом, что совершенно очевидно, что он отправляется обратно домой к Богу. Только Вимана мы не видим, который прибыл. Вот единственное, что так все признаки налицо. А мы никогда и не думали о том, что он такой, или она такие возвышенные, преданные. Бывает такое, что преданных не ценят вообще. Интересно, как в Писаниях, в истории Друма Махараджи, удивительно, что Друма Махарадж имел материальные желания, он не был чистым преданным, это совершенно очевидно. Он имел совершенно материальные желания, он хотел царства, он был одержим гордыней, обидой. Это все материально. Но мы видим, что его мачеха, которая оскорбила его, что с ней произошло, он относился не слишком приязненно к своему брату в Танападе. И что в результате произошло? Его брат погиб, его мачеха сгорела в лесном пожаре. Почему? Потому что они оскорбили Друма Махараджи, который еще не был чистым преданным. Но он позднее стал. Откуда мы знаем, кто из присутствующих здесь, каково предназначение каждого? Может, кто-то среди присутствующих здесь совершенно чистый преданный? И, скорее всего, это так. И мы не знаем, кто это. А как мы можем знать, кто кем станет из присутствующих здесь? Поэтому очень важно не спекулировать, не измышлять о этот неподходящий преданный, о этот плохой преданный. Но важно с почтением относиться ко всем преданным. И важно научиться служить всем преданным в соответствии с их положением. Если вы считаете, что кто-то младший, кто-то средний, равный вам, кто-то старший по отношению к вам. Хорошо. Служите им соответствующим образом по отношению к младшим проявляйте милосердие и по отношению к равным вы можете дружить с ними и по отношению к старшим служите всем сердцем и помогайте им в их служении. То есть служение в любом случае очень важно. Служение в Айшнам и забота о них. Связь с проповедью. Почему мы говорим о заботе о преданных, почему мы не говорим о проповеди, мы должны проповедовать? Совершенно естественно, и мы в этом убедились практически, забота о преданных приводит к проповеди. Потому что нету, как говорит его святейший Роднат Марадж, нету лучшего аргумента в проповеди, чем счастливые преданные. нету. И когда люди видят счастливых вайшнавов, они естественно хотят быть такими, потому что это место Дук Халай Машашватам. Это материальный мир очень временен и исполнен страданий. Поэтому, когда мы видим счастливого преданного, если мы сделали преданных счастливыми, то они будут проповедовать, отдавая всю жизнь этому. И проповедь, что мы подразумеваем под проповедью? Количественный, так сказать, состав нашего движения. Да, нет в этом проблем. Мы не можем удержать, для нас не проблема привлечь людей, мы не можем удержать их в этом движении. Они уходят куда-то. Поэтому задача. Поэтому лучше убрать. Она перевернется. Нету никаких у нас проблем с привлечением, но удержать мы не можем, потому что для удержания требуется добродетель, понимаете? Для удержания требуется самоотверженная деятельность. Поэтому если мы заботимся о ващнавах, мы видим, что количество их растет и приходят новые, новые и новые. Мы будем дальше об этом говорить. Итак, вначале мы обсудим концепцию заботы. В чем она заключается, эта концепция заботы? Возникает несколько справедливых вопросов, когда мы говорим о заботе преданных. Не является ли это кармической деятельностью вообще какой-то? И насколько, если мы заботимся о преданных, насколько забота о преданных является, забота о человеке является его личной ответственностью, насколько ответственность общества и организации? То есть каково соотношение, баланс этих двух факторов? или человек не должен о себе вообще заботиться, просто предаться, отдаться течению, куда несет, или ветром, или водой, или толпой, предаться течению, и все? Или человек сам должен заботиться о себе тоже? И насколько это ответственность его самого либо организации нашего общества? Насколько? Каково соотношение этих двух факторов? Или один из них вытесняет другой? Как это все соотносится? Дальше. Щедро проявляя всестороннюю заботу о преданных, не поощряем ли мы нездоровое настроение мирской благотворительности? В конце конца мы заботимся о каких-то материальных вещах также, о здоровье, о эмоциональном благополучии, о социальной стабильности и прочее. Не является ли это просто мирской благотворительностью? Подумайте. У вас возникали такие мысли? Да, нет. Правильно, и у меня возникали тоже. Это естественные вопросы, это уместные вопросы, и мы их обсудим. Итак, в ответ на эти вопросы мы сформулируем определенные пункты, определенные рамки для предмета обсуждения, то есть забота о преданных, определенные тезисы, которые акцентируют, что идет номером один, что идет номером два, что идет потом три. Итак, самый первый пункт, забота о преданных означает и предполагает прежде всего принятие полной ответственности за свою жизнь, за свою. Соответственно, другими словами, наша забота о людях заключается в том, что мы должны научить их принимать ответственность за свою жизнь. Мы не можем прожить за них жизнь, мы не должны пытаться подменить их выбор своим выбором, навязать им свой выбор, но мы должны их научить жить в сознании Кришны. А для этого мы должны научить себя прежде всего жить в сознании Кришны. Сами научиться этому. Второе. Это самый первый пункт, который является основой для всех последующих действий. Мы будем обсуждать на протяжении пяти дней очень многое. Так вот, этот первый пункт, принять ответственность за свою жизнь, является ключевым и важным. Мы не должны никогда забывать его, это очень важно. Дальше. Второе. Доверительное конфиденциальное смирение обращения за уместной помощью, когда это необходимо, в настроении гухьям, ахьяти, причати, доверительно делясь сокровенным. То есть, преданный может обратиться за помощью, это нормально тоже. Мы не должны это сбрасывать со счетов. То есть, человек должен брать ответственность за свою жизнь, насколько он способен и учиться этому, и спрашивать, также просить о помощи. Какого рода помощи мы будем дальше об этом обсуждать? Это обсуждать будем. И третье. Уместная забота и помощь по отношению к другим, в настроении дадати, то есть давать. Это из упади шамрити. Гухьям, ахьяти, причати, вопрошати сокровенным и дадати, давать также. В настроении дадати. Бескорыстного предложения даров преданному. То есть, когда мы заботимся, это делается бескорыстно. Это не так, что мы заботимся о них и берем и продаем билеты заботы на эту заботу. Нет. Еще хотелось бы сказать пару слов. забота о преданных сосредоточена на преданных, прежде всего. И привлечение новых членов организации нашего движения является побочным фактором этой заботы. забота о преданных прежде всего сосредоточена на самих преданных. На тех, кто хорошо, на тех, кто пришел сюда и учится прежде всего. И дальше. Забота определяется как ценность и как качество, а также как действие служения. То есть, забота о преданных не является очередным, хотя мы пытаемся создать культуру заботы. Но это не так, что мы создаем очередной проект, забота о преданных это просто проект, который должен накапливать здания, деньги собирать, какие-то большие. Нет. Мы пытаемся внедрить культуру. Мы не пытаемся дублировать административную структуру ИСКОН или какие-то департаменты. Но наша задача внедрить культуру, воспитать в себе и в окружающих ваишнавах культуру, чтобы эта культура пронизывала абсолютно всю деятельность, которая совершается. Будет строительство храма, может быть строительство храма заботы о преданных? Да, вполне может. Почему нет? Может ли быть приготовление просада заботы о преданных? Конечно, может, правильно. Может ли какой-то фестиваль быть заботой о преданных? Правильно, как этот Бхакти Сангам? Может. Несомненно, это забота о преданных. И так далее. Может ли быть трудоустройство преданных заботой о них? Должно, по идее, правильно? И так далее. Может ли быть какая-то психологическая помощь или социальная помощь преданную, создание семьи, быть заботой о них? Да, конечно, всё может быть. Любая, любая деятельность может быть заботой о преданных. Поэтому мы не пытаемся дублировать какие-то другие департаменты, но мы пытаемся создать культуру, которая будет пронизывать любое действие в нашем движении, в нашей жизни. Это культура заботы о преданных. Говоря о заботе о преданных, хотелось бы отметить, что мы поощряем любые другие формы заботы. Например, преданный живёт в семье и у него есть родственники. Может быть, они благоприятно относятся к сознанию, может быть, не сильно, но в любом случае мы поощряем любые формы заботы. Если есть кто-то заботится о ком-то, мы поощряем это. Не пытаемся вырвать преданных из социума, которым они живут. Всё понятно до сих пор? Всё очень просто, правильно? Дальше мы поговорим немного о уровнях и видах заботы. Я прочитаю, зачитаю цитату из Нарда Панчара «Сарвопадхи». Это известная цитата. Нарадаму не говорит, что бхакти или преданное служение означает вовлечение всех наших чувств в служение Господу. Владыки всех чувств. Когда душа служит Господу таким образом, то это приводит к тому, что она освобождается от всех материальных отождествлений, от всех упадхи. И ее чувства очищаются просто благодаря тому, что заняты служением Господу. Для чего эта цитата? Для того, чтобы понять, что в соответствии с вайшнавской философией все уровни личности должны быть вовлечены в служение. И поэтому все уровни личности одухотворяются и не являются более материальными. Речь идет само собой духовный уровень, правильно? духовный план, речь идет также об эмоциональном, правильно? Чувства, это все чувства, эмоции, все эмоции должны быть вовлечены, физическое тело должно быть вовлечено, правильно? Все окружение, все, что нас окружает, окружает наш социальный антураж, также все должно быть вовлечено в служение Господу, хозяину чувств. То есть, другими словами, мы не майавади, мы не утверждаем, что вот есть только душа, материальное тело, это джиган, митхья, все это иллюзия, его нету, забудьте, растворитесь, вы просто забыли, что вы браман. Нет, мы принимаем личность как целостную, так сказать, целостную совокупность души, тонкого тела и грубого тела. поэтому уровни тонкого и грубого тела также важны для нас, потому что определение садханы заключается в том, чтобы служить как раз хозяину своими чувствами, это определение садхана бхактии. Рага бхактии немножко, это другой уровень совершенно, там немного по-другому все, но на уровне садханы предполагает вовлечение материальной составляющей. Временной, но все равно составляющей мы же не можем отвергнуть, сказать, что у меня нет материального тела. Поэтому мы говорим, когда мы говорим о заботе о ваишнавах, мы говорим о заботе на четырех уровнях. Первый, это духовный, самый главный, ради которого все делается, собственно говоря. Второй, эмоциональный, физический и социальный. Четыре уровня. Я зачитаю какие-то программные вещи, видение, миссия, цели, наше видение. Это видение не придумано нами, собственно говоря. В ИСКО существует целый комитет заботы, в GBC существует целый комитет заботы о преданных. И они также усиленно трудятся с составлением этого видения, целей, также дальше семинаров, которые призваны нас обучить, заботиться. Итак, видение. Каждый предный ИСКОН обеспечен духовной, эмоциональной, физической и социальной заботой, то, о чем я говорил, и руководством, которых он заслуживает, будучи неотъемлемой частицей Кришны. Интересно. Заслуживает, будучи неотъемлемой частицей Кришны. Принимаем мы, что предный, это частицы Кришны? Правильно? Принимаем. Да каждая душа даже, не только предный. Миссия. Мы стремимся позаботиться о духовном, эмоциональном, физическом и социальном благополучии предных ИСКОН. Мы желаем, чтобы предные были поощрены и вдохновлены ради счастья и продвижения в сознании Кришны, а также смогли поделиться этим счастьем с другими. То есть мы хотим, чтобы предные были счастливы в этом движении, чтобы они не искали удовлетворения каким-то своим потребностям за пределами этого движения. То есть мы хотим создать мы хотим создать духовную среду, в которой они будут счастливы, будут приняты для того, чтобы никуда они не уходили в мир. Наши цели построить общество, которое признает как истинную ценность преданных, а не их физические достижения. преданных, а не их физические достижения. То есть это означает, что человек ценится на основе того, что он преданный, а не на основе того, что он производит. Научиться самими, научить других преданных в соответствии с принципами сознания Кришны, безусловно. Здесь много, я не знаю, я не буду всё зачитывать, задачи, создать структуру и культуру. Мы говорили об этом и осуществлять систематическое обучение. Потому что всё начинается с обучения, забота начинается с обучения. Итак, мы поговорим о уровнях. Мы начнём с духовного уровня, я говорил уже четыре уровня. Мы ставим перед собой цель заботиться о вайшнавах на четырёх уровнях. Первый и самый главный, безусловно, это духовный уровень. То есть предный нуждается в каком-то духовном руководстве. Каждый из нас нуждается в духовном прибежище, в духовном руководстве. Это означает моя садгана, это означает вся моя духовная жизнь, моё изучение писаний. Это духовный уровень. То есть когда мы заботимся, и это наш опыт, когда мы заботимся, пытаемся позаботиться о предных. Если мы не позаботились о духовном уровне, то заботиться обо всём остальном не будет эффективным. Вы не сможете решить проблемы людей, если они не погружены в духовную жизнь. Они должны быть, они должны забыть заняты духовной практикой. Потому что вы не найдёте конца ментальным проблемам и физическим проблемам. Даже если люди стали преданными, этому нет конца. Нет конца всё равно. Но просто это будет намного меньше процентов всех этих проблем. И ментальных, и физических, и прочих. Поэтому с чего надо начать? Надо начинать с духовной жизни прежде всего. Конечно, иногда мы должны сделать что-то для преданных на физическом, на эмоциональном уровне, для того, чтобы привлечь их и вдохновить. Но в целом мы должны иметь в виду, что если мы работаем на грубом или тонком материальном уровне, но мы пренебрегаем духовной жизнью преданного, то такая помощь будет более или менее бесполезной. следующее, эмоциональный уровень. Что только эмоциональный уровень. Вот я подумал, я шел сюда на семинар, и я встречаю, навстречу мне идет Вайшнав, Антон Прабу, который отвечает за расселение. Я вот иду и думаю, вот я могу просто пройти, могу сказать ему Харе Кришна, сложить руки могу, но он год из года на этом фестивале отвечает за расселение. Это огромная работа, это колоссальная головная боль, всех удовлетворить, всех расселить, Боже мой, это очень сложно. И тем не менее он делает это, у него мать больна, тяжело больна, я думаю, а кто мне мешает взять и обнять его и сказать ему спасибо за служение? Никто же не мешает, правда? Я взял его, обнял и говорю, спасибо за ваше служение. И он пошел счастливый, и я пошел вдвойне счастливый, понимаете? Я почувствовал, Боже, как мне хорошо, понимаете? То есть если вы проявляете благодарность, вы ничего не лишаетесь, вы чувствуете, что вы приобретаете в сердце своем колоссальное вдохновение, вы как на крыльях, понимаете? Это эмоциональная забота, просто проявление элементарной благодарности к людям за то служение, которое они делают. Это ничего не стоит, но это очень ценится. я хочу сказать, что эти четыре уровня заботы, они взаимосвязаны, тесно, иногда трудно определить, что относится к какому виду заботы, потому что если вы заботитесь о человеке на духовном уровне, он также эмоционально расцветает, правильно? Если вы социально помогли ему быть стабильным, он также эмоционально будет более стабильным, естественно, и физически также ему будет легче решать свои вопросы, если он социально стабильный и так далее. Или, например, у человека страдает здоровье, естественно, эмоционально он будет страдать. Если вы помогаете ему со здоровьем как-то, он эмоционально будет более стабилен, и он также будет более стабилен в своей духовной практике, естественно, если у него здоровье более стабильное. То есть это всё взаимосвязано, это невозможно вот так вот жёстко отделить, понимаете, его так границу провести. Это всё взаимосвязанные вещи, и поэтому все они очень важны. Итак, физический уровень. Физический уровень. Багаватам говорит 7.6.1. Родиться человеком это редкая удача. Человеческое тело, хотя оно, как и все другие тела, бренно, имеет особую ценность, ибо позволяет преднаслужить верховной личности Бога. И Прабхупада подписывал свои письма как? Надеюсь, это письмо составит его в добром здравии и сознании Гришны. То есть Прабхупада тоже подчёркнул важность доброго здравия. Это хорошо. Что означает здоровье? Это означает научить преданных жить здоровой жизнью, научить их правильно питаться, чтобы они питались в соответствии со своей телесной конституцией, чтобы они соблюдали режим дня, чтобы они не перерабатывали слишком, чтобы они высыпались, чтобы у них было научить их правильному режиму питья, воды. Очень важно. Какие-то простые вещи. Это очень важно. ко мне подошёл один преданный в Киеве недавно. Он говорит, что мне делать? И то, и сё. Доктора, я уже ходил по всем докторам, уже полтора года уже еле ноги волочу, у меня нет сил никаких. Я начал его расспрашивать. Я не доктор, я вообще никакой доктор. просто я экспериментирую над своим телом, я понимаю, я ищу какой-то, знаете, алгоритм питания и прочего, уместное для себя. И я у него спрашиваю, а что случилось? А у него было то, там голодал, его подсадили на голодовку, а потом и такая, и сякая, и всё. Я говорю, ты себя немножко подсадил, мне кажется, с этими голодовками. То есть голодать это самое лучшее, в лечении, нет сомнений. Ну, просто надо знать, как это делать. То есть должен быть какой-то баланс. И потом я говорю, а когда ты завтракаешь? Да вот завтракал, ну, когда приготовят. Но это не подходит, когда приготовят. Я говорю, знаешь, у меня было тоже такое, у меня была такая слабость ещё с детства. Потом мне один доктор посоветовал. Надо завтракать, ну, и Роведа советует это, надо завтракать, начиная где-то с 7.30 до полдевятого. С 7 до полдевятого максимум, максимум. Попробуй завтракать. Если такая слабость, попробуй завтракать в полвосьмого максимум. Причём так, хорошо. И всё. И мы остались. Через неделю мы встречаемся. Он подбегает ко мне с горящими глазами и говорит, вообще никакой слабости нету. Представляете? А он уже меня спрашивал, какие доктора, куда идти, там, эти доктора, ну, знаете, что по докторам ходить. Обычно это всегда огромные деньги и сомнительный успех обычно. То есть он просто начал завтракать в полвосьмого и всё, никакой слабости нету, всё прекрасно. Возьмите себе на выражение, подумайте так же. То есть физический уровень, это важно. социальный уровень, также очень важен. Социальный уровень, что Прабхата хотел, чтобы преданы жили в соответствии с нормами Варны и Ашрама. Социальный уровень означает социальная стабильность, без которой будет очень сложно практиковать сознание Кришны. Это означает, человек должен быть в каком-то Ашане помочь ему быть хорошим грехастым, если он грехастым, или хорошим брамачарем, если он брамачарем, или вонопрастый, или санясь, в конце концов. Это означает, что человек должен работать, должен трудиться как-то, должен быть стабилен, то есть важно акцентировать эти вещи. Это означает забота не только о семье для семейных людей, но это также означает забота о брамачарии. Сделать так, чтобы брамачарии не были вынуждены общаться с матаджи, чтобы они не занимали такое положение, в котором они обязаны будут общаться с противоположным полом, чтобы они остались как брамачарь, потому что в обществе должны быть, какой-то процент брамачария людей совершенно отречённых. Это очень важно. Забота о пожилых преданных также, забота о детях очень много, очень много. Забота о времяпрепровождении преданных, досуг правильный, это также эмоциональная забота. и для того, чтобы правильно воплотить заботу на этих четырёх уровнях, прежде всего, с чего надо начать? Надо начать со смены парадигмы. смена парадигмы, это звучит просто, но, может, это не совсем просто реализовать. и смена парадигмы означает, что мы должны начать с анализа своего подхода к развитию общины. То есть мы говорим о развитии общины. Не нужно думать, что развитие общины это забота президента храма или кого-то там, не знаю, кого-то, каких-то, каких-то старших. Развитие общины зависит от каждого в общине. Это очень важно. И с чего я начал, собственно говоря, каждый из вас может и призван быть лидером. Лидерство заключается в том, что вы берёте ответственность, о чём мы говорили, за свою жизнь раз, и потом вы берёте ответственность за одного, за двух, за трёх человек. Какую-то, посильную. Посильную ответственность вы помогаете, вы стараетесь быть полезным этим людям. Таким образом, вы создаёте ячейку уже целую. То есть, это касается всех абсолютно. Итак, каково наше видение? На основе чего мы хотим развить общество преданных? Давайте начнём думать более глобально. Давайте не будем думать, вот, есть я, есть моя жизнь, есть, в крайнем случае, моя семья. Да, мы с этого должны начать, но почему бы нам не подумать дальше немножечко? А как моя община, в которой я живу? Эта община может быть небольшая, 20-30 человек, это может быть большая, полторы или две тысячи человек. Община ващинава. Но кто нам мешает мыслить смело? Кто нам мешает, как говорил Правопада, охотиться на носорога? Никто не мешает, кроме нашей условенности. Давайте подумаем немножечко шире. Вы все лидеры, вы можете сделать огромную, огромную, принести огромную пользу, сделать безумные вещи в своих общинах. просто будучи стабильными, будучи примерами для других и начав заботиться о других. Что община означает общее? Что объединяет нашу общину? Объединение, единство не может быть фактором, зависящим от материальной составляющей. Единство невозможно на основе возраста, на основе материального тела, на основе пола или прочего. Единство вадантитататва авидастатва межгняна мадваям брахмати параматмати бхагаваны тишабдиты. Чимат-бхагава там говорит, что есть основа единства, недвойственность это татва, это брахман, параматма и бхагаван. Это категории, где нет двойственности. если мы строим свою общину на чём-то другом, на каких-то материальных факторах, то единства не будет. Мы будем дальше это обсуждать. То есть наша концепция единства должна подразумевать, что мы акцентируем духовную сущность. Ничто иное не может быть основой для единства. забудьте сразу. Ни деньги, ни здания, ни количество людей, ни земля и даже ни коровы. Это всё не может быть основой для единства. Но основа для единства это душа, это отношение к преданным как к душе прежде всего. И к остальным живым существам также. я приведу из Харинама Чинтама небахтинное таквы высказывание. Душа, пребывающая в своей духовной природе, а также святое имя Кришны, являются единственными духовными сущностями, тогда как всё остальное в этом мире материально всё остальное материально. Если мы хотим стабильную духовность, стабильное единство, всё это должно быть основано на душе. Это означает, что мы должны начать заботиться о преданных оплодах своей проповеди. Это означает, что мы должны понять, что преданные не являются средством, но преданные являются целью. Это означает, что мы должны очень смело и решительно принять для себя заботу о преданных как деятельность номер один. И всё остальное, все остальные проекты могут и должны занимать второстепенное место. Второе, третье, четвёртое, пятое, десятое. Потом. Всё это потом хорошо, но это всё это нули, 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 если нету заботы о преданных. Более того, хочется сказать, что мы говорили о том, как важно служить ваше, но хочется сказать, что если мы рассматриваем преданных как средство, то это оскорбительно. Если мы рассматриваем преданных просто как рабочую силу, которая будет наполнять наши департаменты как средство, при помощи которого мы будем достигать других целей, средство, которое мы будем использовать, средство используют, правда? Это означает, что мы пользуемся людьми, пользуемся преданными для того, чтобы что-то построить, чего-то достичь, но это оскорбительно. Преданные не являются средством. Кто из вас, поднимите хоть одну руку, кто из вас пришел в это движение, чтобы стать просто средством? Просто моющим средством там. Кто из вас стал просто кирпичом, хотел стать кирпичом, который положат в здание, даже в основание здания, фундамент? Кто-то пришел с такими целями? Нет. Никто. И никто не приходит с такой целью. В это движение люди приходят для того, чтобы найти что? Ашраю прибежище. Вы понимаете? Каждый из нас пришел сюда, чтобы найти здесь прибежище. Прибежище у стоп Кришны, правда? Прибежище у стоп Вайшнау. Мы пришли сюда с очень высокими духовными, иногда сентиментальными даже идеями. Но мы хотели, мы хотим предаться, душа хочет предаться, душа не хочет быть средством, потому что она и сущность, она не является средством. но средством является все остальное. И вот эту точку зрения мы должны внедрить в свою жизнь, мы должны поставить ее как краеугольный камень, как камень, который в основе фундамента всего нашего общества, всей нашей деятельности. Если мы этого не сделали, я вам гарантирую, любая ваша деятельность будет вызывать горький вкус и будет вызывать разочарование и у вас, и у тех, кто будет следовать за вами, потому что люди рано или поздно будут чувствовать себя использованными. Вы встречали предных, которые говорят меня использовали? Встречали? Вы чувствовали иногда сами на себе это? Вы ощущали? Я уверен, каждый ощущал, потому что мы все в материальном мире. И мы не хотим, чтобы было так. Поэтому давайте не действовать так, давайте действовать по-другому. Давайте не будем смотреть на предных как средство, как средство, которое должно принести. Должно принести деньги в мой храм, должно отработать, они должны. Сколько раз я слышал от президентов храма? Они должны, они приходят, что они просто едят просад? Бездельники. Слышали такое, да? Пробувь, сколько можно есть просад? Пора что-то делать. Вы понимаете, да? Это оскорбительно. Что это означает? Это мы должны быть счастливы. Мы должны быть счастливы. Люди приходят к нам, люди готовы слушать то, что мы говорим и проповедуем им. Будьте счастливы этим. Никто вам ничего не должен. Никто нам не должен. Эти люди приходят, давайте отнесемся к ним. Как к предным, как к ващнамам, как к душе. Давайте служить им. У нас не убудет, нет проблем. Поэтому мы запрещаем говорить такие вещи. Нету денег, нету людей. Все это ложные концепции, это ложные мантры, все это ерунда. Всего в достатке. В творении Господа ни в чем нет недостатка. Он пронамадах пронамидам пронамадачате проносе пронамадая пронамывава шишяте Откуда это? Шиша панишат. С этого начинается. Шиша панишат. Этот мир полон. Он самодостаточен. В нем есть всего. Просто мы не умеем это взять. Мы не умеем это использовать. Поэтому Правильно? Нужно знать, кому это все принадлежит и как это правильно использовать. Ничем нет недостатка. Ни в деньгах, ни в людях. Людей полно. Посмотрите, какие толпы ходят. Посмотрите, сколько людей ходит. Заботьтесь о них. Просто что вам нужны? Вам нужны люди или их карманы, или их рабочая сила, или их время. Что вам надо? Просто если мы думаем о том, что эти люди принесут и что они сделают, тогда людей нет, потому что они чувствуют, что их просто эксплуатируют, к ним не относятся, как к душе. Но если вы смотрите на них как на объект своего служения, то, пожалуйста, берите вон сколько людей. Служите им. Это ваша санатна дхарма. Служить им. Служите им. Посмотрите, по улицам ваших городов ходят толпы людей. Правильно? Посмотрите утром. В 8 часов утра шеренгами. Правильно? Шеренгами маршируют на остановку. Набитый транспорт, автобусы, метро. Все набито. Битком. Посмотрите, сколько людей. Как вы можете сказать, что нет людей? Просто как вы применяете себя к этим людям? Вот ключевой вопрос. Или как слуга? Вы хотите позаботиться о них? Вы хотите им помочь? Или вы хотите их просто загрести? Приходите сюда, делайте то, что я скажу. Вот в чем вопрос. И это, я вам скажу, эта парадигма, смена, эта смена парадигмы является ключевым вопросом. Если мы усвоим за этот семинар хотя бы один этот пункт, мы достигли успеха. Есть много деталей, много других оттенков, но все это одно. Но это оттенки одного и того же. Мы должны понять, что преданные являются целью. Это бескорыстное служение. Это то, о чем говорит девиз этого фестиваля. Это то, о чем говорит Шимат Багават. Ага, и тукия пратигата, и я от массу просидоти. Для того, чтобы полностью удовлетворить душу, служение должно быть. Каким? Бескорыстным и непрерывным. Это бескорыстное отношение к Вачнавам. Ничего не желать взамен. Мы служим, и мы ничего не хотим взамен. Правильно? Человек пришел в храм, посетитель, ловите его. Он пришел, ловите его, накормите. Может быть, вам нужен просад, накормите его, пожалуйста. и не просите ничего. Хотите? Ладно, положите, бросьте пожертвования. Сколько вы считаете нужным, понимаете? Для этого мы пытаемся делать этот маркет, хотя это невероятно сложно экономически. Но мы пытаемся делать бескорыстно. Часть товара вы видите за пожертвования. Почему? Потому что мы хотим научиться сами и хотим научить других. Наша цель не деньги. Наша цель служение. Наша цель не заработать на этом фестивале. Нам не нужны деньги. Честно, нам не нужны деньги. Нам нужны... Кто нам нужен? Счастливые преданные. Правильно. Давайте сделаем их предными. Счастливыми преданными. Или они уже преданные. Давайте их сделаем счастливыми. Да они уже счастливые. Это не то, что мы такие великодушные. Мы сейчас счастливим их всех. Они уже счастливы. Вы уже счастливы. Давайте сделаем их еще более счастливыми. Давайте служить счастливым преданным. и мы будем сами счастливы. Всё очень просто, понимаете? Когда такая концепция взаимоотношений, что может быть недоступно, что может быть недостижимо в такой концепции служения? Достижимо всё, по милости Кришны и преданных. Итак, преданное не средство, но цель. У нас есть 10 минут на вопросы. Есть вопросы? Да. У нас нет радиомикрофона для вопросов. Хорошо говорит. Я не знаю, давать ли за минимальное пожертвование на санкератной книге или нет. Это вы должны взвесить. Мой опыт таков, что если я вижу, что человеку очень нужна книга, я могу сказать, дайте столько, сколько вы можете. Пусть даст человек, сколько может. И обычно случается так. Сколько раз у меня бывало, признаюсь, клянусь честно, я иду и думаю, вот надо дать деньги на это. Вот надо. Я думаю, дать, не дать. И потом я даю. И буквально в этот же день Кришна мне даёт столько же денег, сколько я дал. У меня много раз только и было. Удивительно. Всё контролируется Богом. Поэтому вы должны иметь голову, не безрассудно действовать, но в целом вы можете давать кому-то книги дешевле, безусловно. Потом кто-то другой даст больше. Да. Да, вы? Как само себе? Поменять парадигму? Как поменять саму себе эту парадигму в отношении к преданным? Попробуйте. Вы никак не поменяете, если вы не будете пробовать. Вы должны начать пробовать и получить веру, убеждённость в этом. На основе разума, если вы теоретически с этим согласны, хотя бы, если у вас нет противоречия, начните действовать. Начните. Начните действовать бескорыстно по отношению к преданным. Попытайтесь, попытайтесь послужить, кого вы видите, попытайтесь послужить бескорыстно, и вы почувствуете, что у вас будет происходить внутри. Смелее действуйте, действуйте решительно. Вы ничего не потеряете, кроме своих цепей, вы ничего не потеряете. Поверьте. Да. Да. Если кто-то использует площадку силы правопады как средство для бизнеса и для зарплаты. Да, к сожалению, в нашем обществе это бывает. Что мы должны делать? Я не знаю, что вы можете сделать в каждом конкретном случае. Я не знаю. Мне трудно сказать. Однако я могу сказать в общем. Если мы будем развивать эту культуру бескорыстия, мы создаём прослойку и доминирующую, так сказать, доминанту в своём движении, определённое мнение, позицию и людей, которые брахманически мыслят, которые не заинтересованы в деньгах своей жизни, у которых более высокие цели и которые не хотят, чтобы общество силы правопада превращалось в бизнес-центр выкачивания денег для проповедь, для правопада, для храма. Понимаете? Всё равно выкачивание денег. То есть это передёрнутые акценты. Поэтому, если вы это примите, если вы поделитесь с кем-то этими идеями, всё. Мы совершаем ненасильственную революцию. Понимаете? Если в вашей общине будет много таких людей, которые не хотят, чтобы храм становился бизнес-центром, где вот такие вот цены, мы будем говорить об этом дальше. Я прихожу в некоторые храмы, и я не могу себе позволить поесть там в этом кафе или купить что-то в этом мазине. Я не могу себе позволить. Для меня это дорого. Поэтому, если у вас будет много, то вы скажете тогда, слушайте, а зачем у нас такое? Давайте сделаем по-другому. Давайте сделаем, чтобы это было по себестоимости или за пожертвование. Что вы думаете? У вас денег не будет? Будут деньги. Ну, немножко меньше будет, но это и хорошо. Да. Можно вопрос? А вот что касается вот если обмен услугами с преданными, ты им что-то делаешь, и они тебе что-то делают? Ну, это вот, не знаю, как это избежать, это нормально или нет? Обмен услугами с преданными, вы что-то делаете для них, они для вас что-то делают. Это нормально. Не то, что они делают вам за то, что вы делали. Но это естественное движение сердца. Об этом и речь. Но это то, что правопад называл коммунизмом духовным. Правда? Вы что-то для кого-то сделали, вам кто-то ответил взаимностью. Не то, что вы будете на этом наживаться, но это естественно. Это нормально. Это взаимозависимость. Очень хорошо. Организация досугопреданных. Да, это очень хорошая забота о них. Это замечательная забота, конечно. Нужно. Нужно менять немножко. Когда для любого общества, для любой организации, для любой команды очень важно, чтобы были взаимоотношения не только в устоявшемся русле. Например, вот мы преданы, мы приходим, мы только поем перед алтарем. вот. Понимаете? И мы только вот... Нет! Соберите овощна вперед, в лес. Печь картошку. И там, конечно, попеть. Тоже, конечно, покупаться. Петь Харе Кришна, почитать немного. Тоже здорово, замечательно. Да, Матыш? Да. Какой-то другой источник вдохновения, кроме реального примера, который видишь? Ну, можете почитать. Если вам понравится, почитайте. Ну, станьте вы этим примером, Господи. А что, у нас нету... Почему? А вообще, как мы можем вырешивать, что примера реального нет? Ну, откуда вы можете читать шастру? Шастра учит бескорыстенность, правильно? Почитайте правопаду Лиламриту. Пример у нас есть. У нас всегда есть пример правопады. Почитайте Лиламриту, как он бескорыстно действовал. Пример всегда есть. Мы никогда не можем сказать, что примера нет. Пример есть, да? Пример есть. Но, помимо этого, почитайте. Писание учит нас бескорыстию. Господь Кришна учит бескорыстию. Рупа Госвами учит бескорыстию. Чистое предное служение. Да. Как избежать такой ситуации, когда преданные что-то хотят, мы для них что-то делаем, и потом мы чувствуем себя использованными. Делайте столько, сколько вы можете. Если вы не готовы отдать больше, не делайте больше, чтобы не чувствовать себя использованными. Также нужно понимать, вы должны отдавать столько, чтобы ваша жизнь от этого не нарушалась. Потому что, если вы отдаете, вы можете сентиментально, я отдаю все, но потом ваша жизнь разрушена. У вас здоровья никакого, вам нечем кормить семью, вы не работаете, вы только служите преданным, и все. Это будет неправильно. Это не должно разрушать вашу структуру жизни. Потому что ваша первая задача позаботиться о своей жизни. Правильно. И потом вы делаете столько, сколько вы можете. И тогда вы будете счастливы. Где граница этого? Не, вы не можете сказать, я не могу. Не, не, спокойненько. Вы извините, скажите, простите, я не могу. Не проблема. Не страшно. Вы должны отстоять свою устойчивость. Сейчас. А потом вы. Да. Да. Ну, это зависит от ситуации. и мне трудно сказать, не знаю, полной ситуации, но в целом, в целом, мы стараемся, как вам сказать, мы не хотим, чтобы физический уровень заботы опережал духовный. Понимаете, да? Физически и социально опережал духовный. потому что тогда в это движение будут приходить люди, которые мотивированы материально. То есть мы включаемся, что касается вот этого баланса, сколько отдавать, сколько заботиться на физическом, сколько на духовном, на эмоциональном, на социальном. Вот этого баланса, что касается, мы стараемся вначале людям проповедовать. Понятно, что просад мы дадим каждому, это не вопрос, не проблема. Мы ласковое слово скажем каждому, но вначале мы хотим убедиться, что люди действительно предны, их интересует сознание Кришны. А не так, что просто они придут и будут нас использовать, наши сентименты, так сказать, использовать, для того, чтобы мы заботились о них на физическом уровне. Но я понимаю, о чем он говорит. Ну, я хотел просто сказать, что мы, если видим, что не в коня корм, то мы аккуратно, мы аккуратно относимся к этому. Но опять-таки, просад вы можете дать любому человеку. Ну, пусть человек ходит, там, принимает просад. Но вместе с тем, мы должны попытаться сделать так, чтобы человек начал заботиться о себе. Как это сделать, я не могу вам сказать сейчас. давать деньги бесполезно. Скажу сразу. Бесполезно, бессмысленно. Бессмысленно. Дать просад какой-то. Хорошо. Последний вопрос. В разных ядрах разный процент предной, который занимается активно служением. Если этот процент маленький, в маленьких ядрах вы говорите, что это означает, не хватает заботы. Это означает недостаточно развитые отношения. Да, это та же часть заботы определенная. Но, как бы, это естественно, я не хочу никого ругать там или унизить, но это естественный этап. Ядра проходит какой-то этап, какие-то этапы развития. Но, это факт, что если вы будете заботиться о Ваишнавах, автоматически, это побочный продукт, что они будут больше участвовать в служении. Это естественно. Но, это является последней, так сказать, ловушкой май для руководителя. Если мы начинаем думать, ну все, я буду заботиться о преданных, чтобы у меня были деньги, чтобы у меня был храм большой, понимаете, чтобы они все были воодушевлены, чтобы они тут приходили и предавались. Это последняя ловушка мая. Это не следует делать. Это неправильно. Потому что все равно вас подловят иначе. Понимаете? Когда мы говорим о плодах, заботы о преданных, мы говорим, вот это так, вот это так. Люди так воодушевляются, говорят, ох, как хорошо, здорово. Знаете, глаза загораются, и зеленый блеск в глазах сразу. Но это не те мотивы, потому что вы не обманете никогда людей, будьте внимательны. Они все равно, они все равно поймут, что вы пытаетесь эксплуатировать их, заботясь о них. Как мы с ней в течение дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!